Всем привет, ребята! Перед тем, как мы начнем новый сезон проекта ОК Гуревска, хочется все-таки пробежаться по прошлому году. Было очень много классных выпусков, очень много смешных чуваков. Недавно в инстаграме даже я проводил небольшой такой инстабаттл, если так можно назвать, голосование за кандидатуру самого смешного героя наших выпусков. Если что, вот здесь в инстаграме у меня это было, подписывайтесь, чтобы потом не пропускать больше такие голосования, потому что это очень интерактивно и весело, и развлекательно. Вот, поэтому прямо сейчас предлагаю сделать такой экспериментальный выпуск. Самое смешное, по моему субъективному мнению, самые смешные чуваки, которые больше всего создавали резонанс в комментариях, очень много как-то реагировали на них люди, смеялись над ними люди. Вот, поэтому прямо сейчас такой выпуск, the best, самое лучшее с 2018 года. Давайте еще раз посмотрим эти смешные вещи, эти забавные интервью и вспомним 2018 год, и уже все закроем, забудем его и перейдем к новому 2019. Это проект ОК Гуревск. Поехали! Мы приехали в Сочи, снимаем путеводитель по городам. Расскажите про этот город, начнем с этого. Замечательно. Начнем с того, что этот город самый лучший город на земле, вряд ли с этим возможно спорить. Куда надо сходить обязательно? Разумеется, приходя в Сочи, очень необходимо прокатиться на яхте, посмотреть город, его 120-километровый... Я понял, вы уже рекламируете свой бизнес потихоньку. В том числе, это мой бизнес, я этого не скрываю. Мы катаем на яхтах, на катерах. Это же дорого, наверное, очень. Ну что вы, это вполне разумно, вполне бюджетно. Ну вот нас можно прокатить там? У нас вот 200 рублей есть. 200 рублей вы можете прокатиться, ну, например, на автобусе. Чем ваша яхта отличается от других яхт? Я на самом деле говорю, что все мы поем одну и ту же песню, мы ходим... Ну, ваш куплет... Ну, наш куплет должен быть самым содержимым. Давайте, да, давайте. Итак, мы с вами выходим полторы мили в море, поворачиваем строго на юг, проходим хосту, будет хумоцесту, вся панорама города Сочи будет как на ладони перед вами лежать. Я вот практически ничего не понял, что вы сказали. Вы очень быстро говорите. Полторы мили в море, поворачиваем... Хосту, будет хумоцесту, вся панорама города Сочи. Мы снимаем путеводитель по городам, впервые приехали в Сочи. Сам ты путеводитель, сам ты Сочи. Очень прикольно. Я с Хабаровска... Опа! А расскажите что-нибудь про Хабаровский край. Чем отличается Хабаровск от Сочи? Давайте. Хабаровск отличается от Сочи, потому что там сейчас минус 30. Снег лежит и все такое. А здесь я гуляю в одной мастерке, и я сегодня купался. А ты что, не купаешься? Я не купался, представляете? Ну и зря. Вы приехали первый раз в Сочи, куда пошли? Конечно же, в Ривьеру. Так. В Ривьеру. Культурная программа сперва. Ну это чисто культурная программа. А потом я сходил бы в Лондон и отдохнул бы там. Давай пять. Опа! Сейчас купаться идете, да? Не, все, хватит. Нет, слишком много коньяка нельзя в Сочи. Сейчас что будете делать? Просто, чтобы мы не переживали. Конечно, коньяк пить. Вас как зовут, мы хоть, чтобы подписали вас? Серега. Можно было и не спрашивать, да? Можно было и спрашивать. Смотришь на вас и Серега. Толк Серега. И Серега, Серега. Ну куда можно сходить? Какие-то места для молодежи. Да нет ничего. Серьезно, вообще ничего? Ну только на скейте покататься. Что тебе написано здесь? Дерьмо происходит. Это как-то относится к Багратеновску? Нет. Нет? Просто мне нравится, как это звучит. К жизни? К жизни, да. Девушки нет? Да, мне это как бы не особо. Ну ладно. Мне самодостаточная вероятность. Давай сейчас на каждую букву в названии города Багратеновск что-нибудь скажем про город. Давай на Б. Какой город Багратеновск? Б? Ну вот, на букву Б. Сейчас. На Б. Не знаю даже. На А. Буква Г. Г. Черт. Буква Р. Р. Блин. Р. Давай на А. А. Как это сказать? А. Следующая Т. Т. И. И. Блин, я не могу ничего придумать. Мне фантазия плохая. И. Баграти. О. 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 Обычный. Вау. Обычный. Есть. Все, давай сохранимся. Я больше не буду тебя больше спрашивать. Все, катайся. Вы нас тоже снимаете? Да. А как у вас проект называется? НТВ. У нас называется Окей Горьевск. Мы пока не НТВ, еще не доросли до уровня. У нас уже нет пока таких камер. Оль, как вы светите? А зачем вы светите фон? фонариком. Светло же на улице. Я не знал, что он включил. Давайте уберем. Вот здесь нажимаете. Или хуже стало? Включить? Нет, пойдем. Что можно померить? Померить можно. Пойдемте, я вас приглашу. Давайте. Весь бренд здесь. Начинаем. Значит, у вас какой размер? У меня 41-й. Как называется? Называется Супер Купер. У меня даже нога не залезает. Вы какой мне размер дали? Так, я ошибся, видимо, с размером, поэтому вам побольше предлагаю. Это уже другая нога, да? Но можно одеть, в принципе, правую на левую? Обязательно. Так, опять не так. У вас две правые? Да. Ну, я не готов был. Вот так вот, да, можно ходить, в принципе? Незаметно, да, что это на правую ногу было? Незаметно. Как называется этот стиль? Супер Пупер Мупер. Вот те были Супер Пупер, а эти Супер Пупер Мупер. Так, это новая, последняя моделька. Последняя, совершенно. Хорошие у меня тут носочки. Носочки можно на руку одеть? Можно на руку и даже на голову. У вас тоже носочек на голове. У меня носочек, да. Но не Супер Пупер Мупер, конечно. Прошлогодняя коллекция. Опа! Как вы это эффектно делаете. Здесь дырочку проделаем для пальчика и для микрофона, чтобы микрофон держать удобно было. Мочалочку еще можно прикупить. Мочалочку? Обязательно. Выбирайте себе, какая вам подойдет. Так, модно вот так вот будет? Очень модно. Сейчас так все даем. Так, и сумки ваши? О, да, да, да. Без сумки никуда. Подождите, и последний его. И последний штрих, да. Нужно еще что-то. Чуть-чуть. Опа! Красава! Шик! Вот он я! Самый модный человек Багратионовский. Красава! У меня больше будет подписчиков в Инстаграме. По свечке лопнет просто Инстаграма. Вайбер, блин, разорвет там, и Ютуб вообще будет отдыхать. Ну, Ютуб пока особо и отдыхает у нас, если честно. Я могу вот с таким видом стать мэром Багратионовского? Легко? Духу, вполне. У нас все такие мэры. Да? Осталось только сделать вам рекламу. Магазин называется «Все для всех». Приходите, будет у вас супер-пупер... Припиньдеж. Самая неожиданная концовка. Я думал, скажете мупер. Тренд меняется. Припиньдеж. Вы первые люди, которые улыбаются на улицах Маманова? Ну да, я здесь с самого рождения живу. Много мест интересных. Ну давай, вот ты сама сейчас загнала себя в тупик. Давай, какие здесь места есть прикольные? Оля, давайте. Историю, знаете, как раньше назывался Маманова? Помните? Колимбаль. Сколько цифр слоя Маманова? Восемь. Да. Восемь? Да. Это увереннее. А что вы стесняетесь-то? Все нормально. Польша рядом находится, знаете, прикраничная зона. Конечно. К какому району Польши относится Маманова? Примерно. Жапаново, туда где-то, да? Жапаново разное. Можно еще раз? К какому району Польши относится Маманово? Району Польши, Бронево район. Получается, Маманово относится к району Польши, Бронево. Понятно, географически, да? Согласна? Да. Можно спросить, вы с какого-то телеканала? Думаешь, мы телеканал? Окей, Гуриш называется проект. Можете загуглить, посмотреть потом себя. Хорошо. И показать учительнице обязательно, чтобы она посмотрела, что вот молодцы, и все, им надо опять поставить. К учительнице географии подойти, мне кажется. Подойти к учительнице географии, попросить позаниматься еще дополнительно, судя по всему, да? Как вам этот город? Да, нормальный, хороший, тут нельзя заблудиться, как в Калининграде. Чем вы сейчас сами занимаетесь? Я хакер. Ты хакер? Угу. Ты же не своим именем там называешься, как тебе называется ник? Ник хакер точка фм. Просто, что ты плохой хакер, потому что ты уже сказал свой ник всем. Лайфхак для всех жителей. Как быстро взломать Wi-Fi? Сначала надо создать текстовой документ, написать, ну, по-английски, взлом, Wi-Fi, network, и вставлять из сети, потом равно паспорт, сохраняйте карту, взлом.bat, все файлы, сохраняйте, создаете еще один текстовой документ, просто называете его паспорт, потом сохраняйте снова карту, но не бат. Потом включается там, где бат, взлом.bat, и такой черный открывается квадратик, и все, мотается, мотается, и через 10 минут Wi-Fi взломан. Представим, вот так вот, мы тебе очки нарисуем, крутые. А зачем ты взламываешь Wi-Fi? Он в основном по злости все взламывает. Меня Аня Калашникова взбесила, потому что она меня заблокировала в Украине, я ее хочу взломать. Она тебя заблокировала? Давай сейчас обратимся к Ане, она посмотрит нас. Давай, скажи ей, что хочешь. Подожди. Аня, куда? В телевидении идет? Аня, я тебя уже взломаю скоро, если ты меня сбесишь. Можно с вами немножко пообщаться? Куда? Что вы? Мы преследуем человека. Давайте, я с вами попреследую его. Как думаете, умные люди здесь живут вообще в Гвардейске? Вы посмотрите на нас, мы преследуем парня. Ну вы умные? Да, естественно. Давай резко остановимся, быстренько, потом... Это очень послушные девушки в Гвардейске. Где находится печень? Быстренько так сходу. Я здесь не живу. Где находится печень Гвардейский, типа, наоборот? Ну такой вопрос. В каком году сборная России по футболу стала чемпионом мира по хоккей? Спроси, вы, Дима. В каком году, как думаешь? Ну, послушай внимательно, внимательно послушаю. Третий вопрос, пожалуйста. В каком году сборная России по футболу выиграла чемпионат мира по хоккею? Ни в каком. Почему? Ну, потому что вы неправильно говорите. Наконец-то! У вас есть парни? Да. У тебя есть парень? Нет. Потому что нельзя еще или... Потому что мой парень не разрешает ей. Твой парень не разрешает ей завести парня? Ну, мы просто не заботимся, типа, маленькая еще. Ты сам за Гвардейская? Я здесь живу. Гвардейская это круто. Вы сами как-то приложили к этому руку? Что-то сделали сами для Гвардейской? Естественно. Что вы сделали для Гвардейской? Группа Левити. Это Гвардейская группа. Мне этот город нравится. Мне нравится, что здесь происходит. Молодцы, Фонтан. Молодцы, площадь. Молодцы, все. Гвардейск. Посмотрите. Вот. Дети гуляют. Голуби. Что вам надо? Оружие, наркотики. Здесь ничего не продают. Дети. Дети. У тебя рок-группа. Есть ты, судя по всему, солист там, да? Есть какая-нибудь песня про Гвардейск? Как только Гвардейск повернется ко мне лицом, я обязательно сделаю эту песню. У меня вот так, а Гвардейск вот так. Вот и весь Гвардейск. Сами с Правдинской? Нет, с Калининграда вообще. А что в Правдинске? Учимся. Пацаны, давайте поиграем с вами игру. Я читаю любое утверждение, и вы отвечаете, либо Правдинск, либо Неправдинск. Хорошо. Ну, типа, правда или Неправдинск. Готовы, пацаны? Да, да. Правдинск, Неправдинск. У некоторых квадратов три угла. Неправдинск. Анна Каренина написала три произведения про Льва Толстого? Не знаю. Вот это мы не знаю точно. Давайте подумаем. Два, три, может быть, какое-нибудь читали? Какое произведение Анна Каренина написала? Не помню. Правдинск будет. Пусть будет Правдинск, окей. Температура по шкале Фаренгейта измеряется в градусах Цельсия? Правдинск. Правдинск. Педикюр – это маникюр для людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Неправдинск. Неправдинск. А что такое педикюр? Это на ноги. На ноги, видишь, шаришь. У тебя никогда не было девушки? Неправдинск. Неправдинск. Город твоей мечты? Неправдинск. Неправдинск. Что вообще про город можно сказать? Классный город какой? Классный, классный. Тебе есть погулять там? Вот, давай какие-нибудь три места, где можно погулять. Вот мы приехали первый раз. Парк. Сосновый Бор. И где еще можно? Про людей что-нибудь вообще? Классные люди? Нормальные, общительные. Любой подойдет даже, если пьяный сядет. Начинает общаться там, познакомиться. А вы что, как вот, если пьяный подходит тебе, начинает знакомиться, ты как бы типа, не-не-не. Нет, мы понимаем то, что ему скучно. Тоже начинаем всегда с ней. Сыграем игру, называется «Правда-неправда». Город какой? Правдинск. Да, у нас будет называться игра «Правдинск-неправдинск». Простая игра. Я буду называть утверждение, вы просто отвечаете «Правдинск» или «Неправдинск». Ну типа «Правда» или «Неправда», да? Правдинск-неправдинск! У некоторых квадратов три угла. Правдинск. Правдинск, правда или «Неправдинск»? Правдинск. Вакуоль – это вакуумная упаковка для еды. Да. Нет! Якутск – это столица Монголии. Неправдинск. Где Якутск находится? Где Якутск находится, сказали ли. В стране какой? Не знаю, не знаю. А я и не знаю, что Якутск в России. Анна Каренина написала произведение про Льва Толстого. «Неправдинск». «Неправдинск» думаете? Не писала она произведение? Писала. «Правдинск». Масштабная курская битва прошла под Берлином в 1942 году. Спросили. Наверное, «Неправдинск». Почему? Как думаешь? Не знаю. Подумай еще раз. Масштабная курская битва под Берлином прошла в 1942 году. Правдинск. Вспомнил курс истории. «Педикюр» – это маникюр для людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Правдинск. Делают здесь педикюр, как думаешь? Да. Здесь есть такие, да, ребята? Да. Встречаются, да, периодически? Есть. У тебя никогда не было парня? Неправдинск. 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 Город твоей мечты? Правдинск. Калининград. Вы вообще все знаете, наверное, про этот город? Ну, я уже тут живу, ну, лет, наверное, 40. Что вас здесь держит? Ну, во-первых, меня жена держит, это раз. А во-вторых, природа у нас, извините, пожалуйста, это как его, ну, ну, а во-вторых, я вам скажу так, вот не тысячи только мне так. Когда вам будет лет, допустим, 40 или сколько, вас же потянет по-любому на те места, где вы бывали, где вы первый раз с девушкой, невинная любовь. Вы не пробовали книгу написать? Да, я пробовал. Свою автобиографию. Ну, Джек Лондон, знаете? Да. Ну, вот, это же он у меня, ну, вернее, я писал сначала, а потом он от меня, когда он... Джек Лондон у вас взял какую-то идею вашу? Ну, типа такого. Ну, Джек Лондон, Лондон, это самое. А, Теодор Драйзер. Забыл, как вас звать. А я и не говорил. Не, вы мне сказали как-то. Я не говорил. Ну, а с кем я тогда разговариваю? Руслан меня зовут. Вот Руслан, точно. Руслан, да, зовут. Это, во-первых, имя русское, а у вас внешность какая-то, вот, прошу прощения, я не хотел вас обидеть, ну, южной стороны. Вы мастер толерантности, вы в курсе? Четко, прям, аккуратненько, прям, это все говорит. Ну, я мастер, знаете, чего? Чего? В карате. Я могу сейчас вот сядь, сесть на шапогат. Серьезно? Дадите на пару бутылок пива денег, я вам не только на шапогат, я вам сейчас на голову встану. Два пива? Ну, два пива мало, у меня друг, блядь. Так, снимаешь там? Снимаем. Ну, пока не на две бутылочки, на полторы так. А теперь же на голову? Может, не надо, а? Сразу не будем с козырей ходить, пусть они потом... А что у вас за программа такая? Вы берите остро все, и так четко, блядь. Ну. Хотите все-таки на голову встать? Ну, я придумал, ладно. А куда вот выкинуть бучок? Я не знаю. А вот, видите, там стоит урна. Все, видите, друзья, пример. Территору убирает. Ну, зачем вот? Ну, выкинь ты его откуда-нибудь на траву. Правильно? Да, на траву, конечно. Так и надо. Ну. Чтоб чисто было, чтоб не мусорить. На траву выкинул и все. Да, да, да. Совсем. Вот вы молодец. Вот, как, Вадим-то? Вадим, да. Вы вообще сами откуда? Мы же говорили, мы с Калининграда. А, да, с Гвардейска. Да, с Гвардейска. Так. Я серьезно, блядь? Блядь, пиво напьешься, блядь. Как на счету расти? Я купил у людей хороший травматический пистолет. Опа. И вот такие, как, допустим, вы или вот там другие. Я иду с своей женой, я не боюсь. Понимаешь? Вот пусть он будет дылом, если он будет... Кобра. А? Если Кобра будет. Не, Кобра это жена моя. Это ласково. А если он... Ну, ладно, короче... Давайте из-за конечную мысль. Конечную мысль. Если вы меня наебете с пивом, я вас обоих сейчас... Мы, между прочим, выполняем обещание. Камеру, я вам сделаю обоим вот так вот. А как вы сделаете? Он же не сможет снять. Вы сами будете снимать. Я его догоню потом. Все, Евгений, обещали? Да. Вот. Все, Евгений, спасибо вам. Так, ну все. Просто руку пожмем? Все, отдыхайте. Праздник. Да, именно так мы и хотели. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Можно вопросик один задать? Тоже полиция устраивается, да? Идите? Да? Да, вот только шерка. Здесь же, здесь же как раз сейчас медосмотр дойдет, прием на работу. Слушай, сейчас завязываю по работе и пишу. Все, ну мы желаем вам удачи, чтобы вас обязательно взяли в полицию. Все, спасибо большое. Как отдыхаете? По кайфу. Купаемся, девочек цепляем. Все как полагается парням молодым. А вот почему? Цепляете девочек и сидите без девочек? Что-то как-то так себе цепляете? Девочки такие. Ребят, вы сами из Зеленоградска, нет? Откуда? С Питера. Серьезно, из Питера? Да. Где круче, в Калининграде или в Питере? В Калининграде нормуль вообще. Какие планы у вас, пацаны, чтобы мы не переживали? Что будете делать? Грубо можно сказать? Давай. Не ебать все, что движется. Да? Все, я тогда пошел. Все, спасибо. Видно, что вы не просто приехали позагорать, как и все. Какой праздник сегодня? У нас встреча одноклассников. Мы еще не все вымерли. Ничего. А в связи с пенсионной реформой, мы прям молодки. Мы нет. Нет, серьезно? Мы молодые. Нет. Да, Люба, перестань молодые. Нет, мы не молодые, мы пожилые. Обычно на встречах у пустыняков все вспоминают истории. Я ей говорю, у меня кошка, собака, 14 лет уже живет, так устала. Ну, не могу даже в Испанию улететь, не с кем оставить. Она говорит, а вот теперь я вспомнила, почему ты моих котят душила. А мы с ней даже вообще здесь. Я говорю, как я душила? Я вообще не душила. То есть вы одноклассницы все? Одноклассники. Где одноклассники? Жены ревнивые? Есть, да. А мы там уже пережили. Мы же шустрые. Я вообще-то помощник Государственной Думы была, работала в Госдуме. То есть у вас сейчас неприкосновенность депутатская. Я сняла давно неприкосновенность, но никто не прикасается в возраст. Давайте напоследок, чтобы праздник был вот так все за ваш класс. За 11-й. Нет, у нас не 11, у нас 10-й Б. А год-то у нас какой, девчонки? 70-й. 70-й год. А вы переживали, все. Вы сами живете здесь в Славске? Да. Классный город. Ну да. Учитесь или что-то работаете, может, где-то уже? Нет, уже не учимся. Ну, не учусь. Я не учусь. Ты уже не учишься? Да. Тебе не понравилось, да, или ты... Нет, я уже закончила. Молодежные какие-то места есть? Здесь есть кафе такое и все. Как называется? Галактика. Галактика. О, тут целая галактика в Славске. Слушай, ну меня прям вообще парит. Я не могу прям общаться с вами пока вот. Дорогой. Пристань. Как вы сейчас считаете, ребят, в Славске умные люди живут? Нет. Нет. Давайте, вот тем более, завтра какой день? Завтра первый сентября. Первый сентября день чего? День знаний. День знаний. Давайте сейчас подтвердим, вот здесь, позащищаем честь родного, правильно? Здесь сердце, да. Вот родного Славска. И я задам буквально несколько вопросов, вы ответите просто. Я вообще без проблем. Какой стиль искусства появился раньше, барокко или морокко? Какие-нибудь такие? Барокко. Барокко? Барокко мне тоже так кажется. Барокко тебе пораньше появился, а морокко вообще-то попозже, да? Как стиль? Кто придумал закон Ньютона? Блин. Физика, должны физику знать, мне кажется. Да, да, по физике три. Вообще слышали такое закон Ньютона, слышали, да? Конечно. Ну да. Ну кто мог придумать? Нет? На каком водоеме состоялась битва на Чудском озере? Что-нибудь попроще бы спросили. На каком водоеме битва на Чудском озере? Я не помню. Это река какая-то, море может было? Это река. Река была, да? Да. Сколько длилась знаменитая Столетняя война? Я не помню. Вик, сколько длилась Столетняя война? Мы про город Славск приехали снимать, вы сами со Славской? Сейчас. Не Славска? Или вспоминаете? Я Славский. Что здесь происходит? Что обычно здесь молодежь делает в Славске? А работаешь где-нибудь? Ищу работу. Наконец-то мы подошли к тому, чем мы можем тебе помочь. А страницу есть в ВКонтакте, в Инстаграме ты можешь есть, чтобы тебя зайти и посмотреть? Есть. Александрус 2013. Почему 2013? Так просто интересно. Это год. Это год, да. Прямо сейчас мы тебя найдем. Все, вот давайте договоримся, если вы найдете в Инстаграме его, вот последняя фотография. Вот здесь побритый, слушай. Красивый такой, 19 августа. Это вот 19 августа ты не брился? Угу. Ну, нормально. Все, вот эта вот фотография, давайте покажем ее. Там вот 12 лайков, ребят, это несерьезно, нужно больше лайков, сделаем Сашке больше лайков. Что можно про город рассказать? Какой город классный? Ну, я бы не сказал. У нас на вокзале здесь воняет говном. Ну, конкретно говном. А так город замечательный. Вот у тебя есть изжога? Изжога? Да, мучить? Кстати, нет. А тебя оператор мучит изжог? Кивни, да, или нет? Не мучить. Слушай, у нас тут есть источник, их таких два в мире всего. Ну, минеральной воды, она прям изжогу на раз. А чем вы, можно заниматься в Сашке, чем вы занимаетесь? Я хлеб пеку. Вы пекарь? Да. Ну, мы почему-то так себе представляли в Сашке пекаря, вот какую прям... Ну, я два через два. Сейчас у меня два в выходных, я пью. А давайте сформулируем какие-то три правила в вашей жизни. Найдешь женщину. Найти женщину. Второе правило. Делаю, что я счастливый. И третье правило. Продежишь сцену и сделаешь его счастливым. Четвертое правило. Нахуй это четвертое мне говоришь? Тебе не били ни разу такой вопрос задаешь? Не, не. А надо? А? А надо? Ну, я не знаю. Ты засранец вообще. Почему? Да потому что деву ударить хочу. Мне приятно очень с тобой пообщаться, ты все правильно сказал. Но тем не менее вы хотели дать мне поебалку. Да, да. Ну, потому что ногу тут столько вопросов задают. Как вообще считаете, умные вообще партнеры живут в Озерске? Ну, да. С какими странами граничит Озерск? Без понятия. Не знаете? Ты что, ты сейчас побибикал? Да. А мы можем так, после каждого ответа, короче, включать. А какой праздник празднуется в Озерске 32 сентября? Никакой. Ай. Почему? Как неспонятно. Надо вот включить, правильный ответ был. Давайте продолжим логический ряд. Осень, зима, весна, лето. Осень. Потом? Лето. Когда неправильный ответ ты должен? Когда неправильный ответ, да. Все, видишь, неправильный ответ был. С какого возраста в России официально разрешено воровать? Не знаю. С любого возраста. С любого? Да. Правильный ответ, давай, керач. Что можно делать в Озерске? В Озерске гулять, наслаждаться красотой города. Вы сами в Озерске? Да. Учитесь здесь, да? Работаем учителями русского языка и литературы. Русского? И литературы. Обе. Классно. Весело, да? С таким энтузиатом. Классно. Хорошо. А вы что предложите? Предложите. Предложите. Учитель русского, да? Да, учитель русского. Мы теперь все вырежем, все, что мы говорили. И уставим только это. Останется только вы учителей русского литературы и предложите все. Ходишь, занимаешься, чем занимаешься? Тайский бокс. Ну, покажи какой-нибудь, какой самый главный приемчик. На нем можешь показать? На нем, а... Сразу бежал. Мы хотим, естественно, больше подписчиков, больше просмотров. Давай ты сейчас грозную стойку так встанешь на камеру. И мы пообещаем, что если люди не поставят лайк, то не сделать репост, а ты их побьешь. Как тебя зовут? Кирилл. Все, кто смотрит этот выпуск, если вы не поставите лайк, не сделаете репост, то Кирюха вас потом найдет. И что с вами делать, Кирюх? Ну-ка, фирменные пару раз так им. Они смесят его. Что ты ржешь? Да не, подожди, давай еще раз. Ты серьезно должен быть. Очень серьезно. Все, давай, поехали. Если вы посмотрели этот выпуск, не сделали репост, не поставили лайк, то Кирюха... Ну-ка, он грозный. Он потом... Ляр хватит. Мы должны серьезно. Они на не поверят потом. Они подумают, что мы прикалываемся. Итак, если вы посмотрели выпуск, не поставили лайк, не сделали репост, то потом Кирюха... Если вы посмотрели этот выпуск из Озерска, не поставили лайк, не сделали репост, то Кирюха найдет вас... Да что ты ржешь? Да мы же договорились, бро. Все, Кирюх, соберись. Все. Если вы посмотрели этот выпуск, не поставили лайк, не сделали репост, то Кирюха вас найдет. Да хорош ты. Мне кажется, весь Озерска собрался уже посмотреть на Кирюх. Все, давай опять отведешь камеру и такой. Все, все. Если вы посмотрели этот выпуск, не поставили этот гребаный лайк, не сделали репост, То Кирюха из Озерска найдет вас И знаете, что он с вами сделает? Ну-ка покажи, Кирюха, что он с вами сделает Мне кажется, они нам не поверят Поверят? Поверят, да? Поверят нам Сколько людей здесь Сколько мы зрителей собрали Что можешь сказать вообще про город? Город тебе нравится? Да Что ты сделал лично для Немана? Что ты сделал для Немана? Улицы убирали, памятники убирали Хочешь себе памятник? Ну, возможно, нет Какой был бы на памятнике? Давай прямо сейчас придумаем Рядом здесь на монтаже Потом нарисуем Ты будешь стоять в тени курточки? Шапочки черные, да? Да Такой памятник будет? Да А чем сейчас занимаешься сам? Чем ты? Учусь Учишься в школе? Нет В советской Не в школе, а в советской, да? Да Давайте, присаживайтесь, пацаны Слушай, знакомы? Нет Ты чем занимаешься вообще? Клитку кладу Давай впервые сделаем так, что вы пообщаетесь без меня Вообще будет классно же, представляешь? Да мы маленькие еще тогда Да не, просто пообщайтесь Да это кошмар Почему? Поздоровай с Олегом Олег, здорово Вот Кошмар Олег, можешь чем-нибудь спросить, Костяна, как класть плитку? Как класть плитку? Елочка или кирпич? Елочка или кирпич? Елочка, елочка, елочка Новогодняя скоро Ну там, два, один И пошел Как, нравится, да, как он объясняет тебе, да? Нет Не нравится, да? Чего-то Олег вообще необщительный Ха-ха-ха-ха-ха-ха Главное, ты рекламу сделаешь? В Леху Давай рекламу сделаешь Нормальную рекламу Лучшая бригада Плиточникова. Серьезно? Как называется ваша бригада? Ух, есть какое-то название? Бригада Ух, работаем до двух где-то. И положим вам плитку так, как вы еще ни разу не клали, да? Вообще страшно будет смотреть. Вот это я верю, кстати, почему-то. Что можешь вообще про город сказать? Ну, вон те часовые башни, они раньше работали. А вот памятник Рогните. А вон там, над нею, история нашего Немана. Раньше, я еще тогда не родился, но немножко так понимаю. Где учишься, в какой школе? В школе во второй. Какая лучше, вторая или первая школа? Мы знаем, здесь две школы. Из всех наших. Все ходят во вторую, но только мой дядя не ходит во вторую, не ходил. Ладно, до свидания. Ну, ладно. До свидания. Про Немана много что знаете? Ну, про Немана я могу сказать, что, ну, Неман хороший, Неман, ну, в Немане буквально происходят буквально конкурсы, фестивали, праздники. Люди хорошие здесь в Немане? Вот, люди вообще замечательно, просто... Занимаетесь-то, чем именно работаете профессионально, кем? Грузчиком. Хоть раз бывало что-то такое, вот грузите такое, хоп, там, продукты какие-нибудь, хоп, что-нибудь вытащили себе такое, ну, что-нибудь такое, хоть раз? Никогда в жизни. Я, тем более, святой человек, никогда в жизни, я никогда чужого не возьму. Я лучше убью, ударить чужого человека. Вы действительно святой человек, в курсе? Да. Я участвую и в хорографии. Хорография, наверное. Я и певец. Вы певец? Очень хороший, да. Есть какая-то песня про Неман? Про Неман. Можно в другом месте? Чуть-чуть отойдем? Да, чуть-чуть. Можно отойти на это? Чуть-чуть отойдем. И песню придумаем. Все, вот здесь нормально? Все? Да. Неман, Россия священная наша, Неман родимый, ты мой регион, родился я в Немане, в Немане вырос, мой Неман родимый, родная страна. У нас есть начальная заставка, под эту песню мы сделаем, покажем кадры города, классно же будет? Конечно, классно. Мне кажется, более талантливого человека, чем Кирилл, мы не найдем, вот здесь, в этом замечательном городе Неман, поэтому мы хотим попробовать его в новой для себя роли, ведущего нашей передачи «Окей Гурис». Кирилл, все, мы вам даем микрофон. Добрый вечер, я ведущий Кирилл, подождите. А я молодой человек, можно вас на минуточку? Молодой человек отказался с нами разговаривать, вот сейчас идет женщина с нами, я попробую ее. Женщина, добрый день, здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу Немана? Это мой родной город, я родилась, училась здесь, вышла замуж и живу. Это самый прекрасный город на земле. А как вы родились в городе Немане? Как я родилась? Вы в Неман приезжаете часто или нет? В Неман бывает приезжаю, да. А вот на праздники нет? Нет. Праздники, там еще что-нибудь приезжаете? Нет. Ну а так, Новый год там, или еще что-нибудь? Я у себя или уезжаю. Что вы скажете по поводу Немана? Выглядит нормально, но говорят здесь криминал большой. Как с жизнью? Как врачи? Я о врачах, прокуратуру даже писал, что это организованная преступная группировка. На меня несколько раз покушались, поэтому я и писал. Понятно. А вот дорожные движения вас не мешают? Нет. А где вы живете? На какой улице? Здесь я живу, на Красноармейской. Хорошо, спасибо. До свидания. Кирилл, ну как вам, понравилось честно быть ведущим нашей передачи? Нет, если честно, вообще в лед. Если что, мы на связи тогда с вами. Номер телефона? А мы так, мы вас найдем. Мне кажется, вас все просто уже здесь все знают. Меня здесь никто не знает, потому что я живу в другом поселке. Какой сейчас вопрос, актуальный. Сейчас же зима началась, первый день. В курсе, да, что получается зимой же дни короче, чем летом? Да. Сколько месяцев зимой стало? Можно даже остановиться. Может, полтора месяца? Нет, давай остановимся, может подумаешь. Полтора месяца? Полтора месяца зимой будет, да? Ну да, наверное. Зима, дни стали короче, в курсе, да, дни короче становятся? Угу. Ну да. Сколько, получается, месяцев зимой будет, если дни короче стали? Так же 3 А ты как думаешь? Тоже 3, думаю, меньше А ты как думаешь? Нет, за такой вопрос не знаю Может на день станет меньше На один меньше? На день больше, на один меньше Сейчас, короче, зима началась В курсе, да, что дни короче зимой Да Чем летом В связи с этим вопрос Сколько, получается, месяцев будет зимой? Полтора бы, наверное, я не знаю Как думаешь, сколько? Сколько примерно месяцев будет зимой Если, короче, день у нас становится? Не знаю Ну, примерно. Полтора была версии. Два месяца. Два месяца, ты как думаешь? Три месяца. Три? Все. Зимой дни короче становятся, знаете, да? Да. День короче. Да. Вот в связи с этим вопросом у меня, вот получается, сколько месяцев зимой будет, если день укорачивается, если день, получается, меньше становится? Нет. Ну. Сколько будет месяцев зима, если день короче? Ну, где-то полтора месяца, наверное. Ну, зима будет полтора месяца идти? Да, я думаю так. Месяц. Месяц? Да. Привет, можно чуть-чуть с вами пообщаться? Чуть-чуть-чуть. Мать твою, мы вас знаем. Че, пацаны, вас интересует? Че вам про пионерство сказать? В городе, да, давай. Че, куда надо сходить обязательно? Блин. Дело в том, что, блядь, трудно посоветовать, ну, куда можно сходить в городе, когда город можно за полчаса обойти, и это очень трудно. Че без девчонок ходите, пацаны? Там мы только встретились, только вы скооперировались. Да, а сейчас идите девчонок. Позже подойдут, да, мы уже звонили. Ну, девчонки же красятся, там, одеваются. Ну, пионерский же маленький, говорит, че красятся, все равно все друг друга знают. Ну, блядь, ну, это же не значит то, что нам нужно страшно. Че ты наделал? Как тебя зовут? Костя. Ты такой на веселе, на позитиве, как в пионерском быть всегда на позитиве? Тебе, в номер оставить? Давай. Как всегда в пионерском быть на позитиве? Вырежьте эту хуйню. Номер? Органы блюдят. Самый пиздливый из банды, вот я на вас наткнулся. Реально, я тебя узнал, вот тебя конкретно узнал. Человека вот с камерой я не видел никогда, а вот от тебя ОК Гуревский смотрел, да. Вот это не вырезай. Давай. Это краба. Пионерского краба за ОК Гуревский, пацаны. Понимаешь, потихонечку? Пойдем потихонечку, давай, вот типа только, знаешь, как... Мы идем как флиппикам. Не, не, не как флиппикам, а как в передачах таких, знаешь, на телегиональном телевидении медленно. А Константин, что можно рассказать про город Пионерский? Здравствуйте. Город Пионерский был основан когда-то, когда я еще не был рожден. А как известно, город Пионерский славится в первую очередь своими... Своими сиськами. Ты не уточнил, чьи сиськи? Может, конкретно имена назовем? Елизавета. Ну, конкретно к нам сейчас должна подойти Елизавета. Если она посмотрит, тебе приятно будет? Тебе что-то оценил у нее сиськи? Такое нет, я думаю, наверное, нет. Она не оценит вообще. Не оценит, да. Она скажет, ты ебать, мудак. Наверное, самый я клиент ваш, да, за сегодня? Прям я вот попался на этот ключок. Костик, давай, смотри. Костик. Я, знаешь, Костик. Меня так семилетние называли. А как тебя называют? Костянба? Костянтам. Костянтам? Костянтам. Костянтам. Костян где Костян-то, а? Моей целью на сегодня было встретить ОК Гурюска. Я это сделал. Все. Сделай себя сам, ман. Слушай, а ты чем-то занимаешься, помимо работы? Ты такой просто, может быть, какое творчество может быть? Да, в свободное время люблю заниматься хуйней. Как бы... Другого слова нет? Другого, другого слова нет? Давай заменим. Трудно очень сейчас вот прям замену найти. Ну, люблю заниматься бездельничеством. Тетушка, блядь, была в ах... Со слова хуйня. Ее, может, Елизавета зовут? Не-не-не, она очень старая для Елизаветы. Мы не ждем старые сиськи, блядь. Тебе надо по-любому заводить блог. Вот что бы ты мог бы рассказывать людям полезное, чтобы они... Ну, про сиськи у меня просил. Про сиськи получилось. Давай прямо сейчас сделаем тебе первый выпуск. Две картинки сделаем. Как прогноз погоды, только сиськи, да? Костян где, Костян-то, а? Ну, вот здесь висячие, висячие сиськи. Вы, блядь, висячие сиськи. Пожалуйста, вот потеребим их снизу. По правую руку от меня буквально стоячие, хорошие пионерские сиськи. Вот это вот висячие, это вот с Гурьевском приехали. А вот пионерские нормальные стоячие соски, блядь, стоят, дай бог, аж глаза выкалывают. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте пальцы вверх. Долбите в колокольчик, там, как еще все блогеры говорят. Мое прозвище Костян. Все по мастям. Пацаны, отпустите меня, а? Подписывайтесь. Как тебе город вообще, что здесь больше, что тебе здесь нравится? Нравятся люди здесь, добрые. Вот, видите, катафон на мне лежит. Кто лучше в городе, кошки или люди? Люди. То есть ты сейчас кошка, а потом в какой-то момент ты так же будешь с людьми сидеть. Человека возьмешь ко мне? Ну да, я человек общительный. У меня дед был первым избранным мэром города Светлогорска. Светлогорска? Да. Ты влиятельный человек, ты в курсе? Про меня в ВК видосы есть. Шоу «Предварительная ласка» от Вавана Зацепера. Там в легкую зацепить девчонку можно. Нифига себе, ты знаешь, как легко подцепить девчонку, да? Каким-нибудь правилом, как зацепить девочку? Как, короче, не надо, ну, про встречу, как не надо. А, как не надо? А у мадама можно с вами познакомиться. С чего надо начинать общение с девочкой? Не надо грубить. Пример, как вот, пример, как нельзя грубить? Ну, Вася, поаккуратнее. А если ее зовут Вася, как? Это проскорбно. Так хорошо. Визит какая-то есть? Че это было? Че-то было просороть им. На всякий случай. То мало ли что. Так же с собой таскаю на всякий случай. Че ты, че ты показал там? Военный билет? Да. Вдруг спросит, да? Да. Ты послужил? Да. Общение с дамами у тебя, да, хорошо получается? Не только с дамами, но и с людьми. Да, не только с дамами, но и с людьми тоже. Может, мы придумаем тебе блок? Ваше право. Как бы назвал? Вовчик, да, как-то надо, с именем. Вовчик. 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 На и ударить. Вовчик. Вовчик. Да. Вовчик. И, и... КПКВ. КПК... КППВ. Калининградский преградный пассажирский Вован. Здравствуйте. Меня зовут Вовка. Приехал в Пионерске чисто просто отдохнуть. Как я сюда добрался? Восьмичасовая электричка это было. Ехал я с пятнадцатью девчонками, им со мной понравилось ехать. Даже машинист тогда оценил. Если вдруг ты завтра проснешься популярным, ты не удивляйся. Если что... Я к популярности привык. Прощание Вовчега. Опа. 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 Вовчег немножко теории нам дал. Как познакомиться, как не грубить. И, собственно, давайте немножко практику сделаем. Как только мы вышли, сразу все девушки пропали. Да вообще невероятно. Здорово. Слышь, вот девушка прошла. У меня бы на то вообще не стало. А кошечку, то, что кошка осталась, ничего? Ничего. Она там всегда тусит. Всегда тусит, да, кошечка? Да. Но кошечка меня две... Помнит еще. Две недели назад с ней тискался. И сейчас-то я не бабник. Я общительный. Просто. Я верю вообще. Слушай, нету девушек. Что ты... Вовчик, что ты... Вовчег, что ты сделал? Что ты наделал? Они все по домам, потому что Вовчег просто так не отпускает, да? Ты просто так не отпустишь девушек. Иду на таран. Вот этот выпуск подходит к концу. Это был проект ОКГУРИСК. Ставьте лайки, ставьте пальцы вверх. Долбите в колокольчик. И подписывайтесь на канал. Это вообще очень полезно для вас. И для нас пока.